В поселениях Славянского района проходят расширенные сессии советов, на которых главы поселений отчитываются перед депутатами и жителями о своей работе и деятельности поселенческих администраций за 2017 год. На этой неделе перед депутатами и жителями отчитался о своей работе глава Забойского сельского поселения Александр Крудько. Руководитель поселенческой администрации доложил, что бюджет Забойского сельского поселения по итогам 2017 года составил 16,5 миллионов рублей. В течение года местная власть решала вопросы благоустройства поселения, ремонта дорог, оборудованию уличного освещения, переводу многоквартирных домов на индивидуальное отопление, что позволяет значительно сэкономить средства жителей и эффективно использовать мощности котельных. Многое удалось сделать благодаря участию в краевых целевых программах на условиях софинансирования. Капитальный ремонт автомобильных дорог. Мы попали в программу краевую, где нам было выделено 1 миллион 496 тысяч рублей. Средства нашего бюджета составили 74,6 тысячи рублей. Чекарой бюджет соответственно 1 миллион 416 тысяч рублей. Глава поселения отметил, что решать многие вопросы развития территории местной власти помогают предприниматели и предприятия поселения. Крестьянско-фермерское хозяйство Слюсаренко, общество с ограниченной ответственностью Черепашья гряда, Хамсин и другие. Благодаря таким социальным партнерам выполнен значительный объем работ по подсыпке дорог, ремонту тротуаров, проведению культурно-массовых мероприятий для жителей. В планах 2018 года реализация программы по благоустройству общественных мест отдыха в поселке Забойском, реконструкции системы водоснабжения в хуторе Солодковском. Будет продолжена работа по освещению улиц. Одной из главных задач для администрации поселения являются вопросы благоустройства членных пунктов. В целях повышения надежности работы системы водоснабжения территории поселения выполнены работы по ремонту порыва. Притяны насосы на водонапорную башню, гараж и КНС на общую сумму 108-2000 рублей. На территории поселения освещено 9,35 километров улиц, что составляет 21,8% от общей протяженности всех наших дорог. В конце встречи Александр Крудько поблагодарил жителей и предпринимателей, принимающие активное участие в жизни поселения, за их помощь и поддержку. Только если работать сообща, можно добиться высоких результатов. Отчет главы Забойского сельского поселения местные депутаты приняли единогласно. И посовещавшись, пришли к единому мнению считать работу главы и администрации Забойского сельского поселения удовлетворенной. Анна Монастыренко, Александр Косицын, программа События.